Приветствую вас. Если говорить о том, что вам стоит сделать, то я бы сказал, что вам стоит больше внимания уделять себе. Я бы сказал, что вам не стоит уделять внимание молодому человеку, насколько, насколько это происходило ранее, может быть. Я бы сказал, что вам не стоит ориентироваться на него, на человека. И я бы сказал, что вам нужно больше внимания, больше времени уделять именно себе, своим переживаниям, своим стремлениям, да, своим целям, своей реализации и так далее. На мой взгляд, на мой взгляд, весьма привозным является тот факт, что вы заметили, исчезновение человека, ну, снижение его интереса к вам, вот, так болит в виде пустоты. Это вот прям, очень тревожная, знаете, очень тревожная история. Потому что пустота свидетельствует о том, что вам, он, для чего-то нужен, вот именно вам. Именно вам человек, для чего-то нужен. То есть вы с помощью него пытаетесь восполнить то, чего вот, собственно говоря, нет у вас. Ну, или чего вам там не хватает, да, по той или иной, скажем, причине. История эта очень важная. Момент этот также является очень важным для вас. Вот. Ну, потому что... Чувствовать пустоту, да, из-за того, что человек решил с вами, там, к примеру, не взаимодействовать и так далее. Может быть, вы ему вообще перестали, ну, быть интересными. Но это очень тревожный знак, на мой взгляд. Очень, на мой взгляд, очень-очень-очень тревожный взгляд. Тревожный, э-э-м, факс. Винтезный взгляд, а факс. Вот. Вот примерно, примерно так. Я думаю, что примерно так можно выморвить. А надланивать самой, конечно же, не стоит, потому что, ну, опять же, да, вы его будете таким образом только от себя отдалять, если вы будете таким образом только его от себя отращать еще больше. И хорошего из этого ничего не получится, на мой взгляд. Поэтому не рекомендую, не рекомендую вам, ему два месяца. Если вы не хотите себя, конечно, унижать, если вы себя обесценивать не хотите. Вот. Звонить ему не рекомендую. Вот этот он, грубо говоря, вас нуждается не так сильно, как вот вы в нем. Понимаете, он вас нуждается не так сильно. Это неприятно. Безусловно. Неприятно. Очень неприятно. Но реальность она так какова. И для вас будет, опять же, лучше, если вы для себя эту историю примете, если вы для себя эту историю сейчас увидите. Может быть, осознаете ее. И вам, вы удивитесь, вы удивитесь. На самом деле, насколько вам будет легче в этой ситуации. Ну, насколько вам будет легче, ну, допустим, себя чувствовать, насколько вы будете себя чувствовать легче, ну, вот в этой ситуации. Если вы признаете тот факт, что человеку вы, ну, просто-напросто можете быть как-то вот, что он может не так относиться к вам. Да, вот, ну, просто, не так серьезно относиться к вам, он может, как вам, допустим, того бы хотелось. Вот, понимаете, какая история. А, вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, на вопрос. А, вот, надеюсь, что это было для вас полезно. А, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их кличку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.